Басмила рахмана рахима, хамду лиллах, ассалату ассаламу аля расули лиллах. Продолжаем зачитывание тех пунктов, которые начали вчера. То есть относительно идеологии многобожников. Так вот, братья, запомните, так важно, что Калад Арба, шейх Мухаммад Ибн Абдул-Хабан-Нажди, построил 4 правила. Как? То есть в первом правиле он разъяснил идеологию многобожников относительно своих божеств, относительно Аллаха. Идеологию многобожников относительно Аллаха. Во втором правиле он разъяснил идеологию многобожников относительно своих божеств уже теперь. Так? И третье, четвертое правило там, что дальше придет. Сейчас мы остановились на чем? На рассмотрении первого правила. То есть на рассмотрении идеологии многобожников относительно кого? Относительно Аллаха. Вчера закончили на том, что перечислили те аяты, которые приводятся в Хуране, и в них идет описание идеологии многобожников-хурайшитов относительно Всевышнего Аллаха. Сегодня продолжаем. Садись на дорогу. Сегодня продолжаем. Следующее, то, что имели в убеждениях хурайшиты, то, что они считали и имели убеждение, что трон несут ангелы. То есть, помните, мы вчера говорили, что хурайшиты знали о существовании Семи Небес и о том, что у Аллаха есть трон. Так вот, следующая добавка, то, что они считали, что не просто трон есть, а то, что его несут ангелы. А то, что его несут ангелы. Просто в Хуране пришло сколько ангелов? Семь или восемь? Восемь, прикольно. То, что у нас Афина какая-то, что ангел, трон Всевышнего Аллаха несут восемь ангелов. А хурайшиты считали, что четыре ангела несут. То есть, вот в этом у них есть разница. В этом у тебя проявляется что? Что у них была религия Ибрагима, но потом пришла к каким-то изменениям. Видишь, сначала они считали восемь, потом с веками, как называется, перевернулись понятие, так и осталось только четыре уже в их идеологии. Так вот, довод на это какой? То, что опять пришлось стихотворение Умайя ибн Абисальта. То, что он сказал, То есть, человек говорит, ибык, человек ибык охраняют что? Охраняют, говорю, несут трон с правой стороны, то есть его правые ножки. Так сказано, смотри, раджуль, мужчина, Вот, как называется, под ножками правого трона. А Наср, сейчас я объясню, что такое Наср. Наср это один из видов птиц. Один из видов птиц. Говорит, с левой стороны несет трон Аллаха. А лев, а лев несет еще одну левую ножку. То есть, исходя из этого, что стихотворение Умайя ибн Абисальта, Хуражиты считали, что трон Аллаха несут четыре создания. Четыре создания. Я сказал ангелы, так? Неправильно, не ангелы, что? Четыре создания. А это человек, то есть, какое-то создание в виде человека, второе в виде быка, третье в виде птицы, и четвертое в виде кого? Льва. И у них было убеждение, что человек вот этот, который несет правую ножку трона, он делает заступничество за людей. Вот, перед Аллахом, делает заступничество за людей, за них. Бык делает заступничество за животных, то есть, за домашних животных. Птица делает заступничество за птиц, а лев заступается за кого? За хищников. То есть, вот у них было такое убеждение. Ясно или нет? Это тебе о чем говорит? то, что хурешиты имели убеждение, что трон Аллаха несут. Так же, как сказано в Коране. Но в Коране сказано, что их несет 8 ангелов, а у них эти, что называется, убеждения немножко видоизменились, и перешло на то, что 4 творения несут трон Аллаха. Дальше поехали. Следующее, что нужно отметить, то, что они имели убеждение о существовании ангелов. Имели убеждение о существовании ангелов. Они считали, что ангелы есть, они не кушают, не пьют. Ангелы не кушают, не пьют, не ходят в туалет, не женятся. Не ходят в туалет, то есть не справляют, естественно, нужды, не женятся. И отдавали себе отчет в том, что они могут приходить к людям. Что они могут приходить, но не просто к людям. Ли афадль аль адамиин. Это кто? То есть к благородным, достойным людям они могли показываться. То есть какой-либо человек, если он достойно, мог показываться. Записали это? То есть они были убеждены в существовании ангелов. Не просто убеждены в существовании ангелов, а в том, что они не едят, не пьют, не исправляют нужды и что они не женятся. То есть и так же, как мы считаем относительно ангелов. Более того, они считали возможным, что они могут показываться перед благородными людьми. У Анны Юмкин и Тиану Рисали. И считали, что они могут принести послание. Ангелы могут принести послание. Почему, брат? Потому что они жили с иудеями. И они знали, что иудеи на религии кого? Пророка Мусы. И знали, что кто принес ему это послание? Ангел. Понял, да? И поэтому они считали, что такое вообще возможно, что ангел может приносить послание людям. Но проблема у них была относительно ангелов одна какая? То, что они считали, что ангелы это дочери Аллаха. Что ангелы это дочери Аллаха. Так они считали. Банатулла. И Аллах спадал проверкой это в Куране. Следующее, что касается их идеологии. То, что они считали, что возможно, к ним может прийти послание к Аталаху. Что к ним может прийти послание к Аталаху с посланием от него. Они считали это возможным. То есть запускали это. Но считали, что этот посланник не должен быть обычный человек. То есть это должен быть ангел или свет, или что-либо такое. Почему? Они сказали в Коране, точнее Всевышний Аллах передал от них в Коране, «Ма лига дар Расуль, я кулутаа муэмши филасваб». Что это говорит за посланник? Кушает с нами еду и ходит по рынкам. То есть они считали, что посланником должен быть ангел. Как мы это передавали от других народов? Помните, вначале, то, что они сказали, если бы наш Господь захотел, Он послал к нам кого? Ангела, а не просто какого-то человека, как мы. А посланник Аллаха, как именно это отвечал? Говорил, «Коль мааконту бид амминар русум». «Скажи, я не новенький среди посланников». До меня приходили посланники к кому? К Мусе, к Бану Исраиле, к другим народам. А кто к ним посланник был? Мусе, алейсалям, алейсалям. Вы же знаете, что они приходили, так или нет? Среди вас живут христиане, среди вас живут иудеи. А кто такие Мусе, алейсалям? Обычные люди были, так не были ангелами. Поэтому, говорят, что вам мешает поверить, что я тоже посланник от Аллаха, несмотря на то, что я не ангел. Следующее, в чем они были убеждены, в том, что предопределение истины. Они верили в предопределение. Хурешиты верили в предопределение. Это следующий пункт их убеждения. Не переставали, что люди-джагилии упоминать предопределение в своих хутбах и в своих стихах. И шариат не добавил в этом вопросе ничего, кроме подтверждения. Он всего лишь что подтвердил этот вопрос. Но они считали, в чем проблема у них была в их вере в предопределение. Они считали, что заступничество ангелов и праведных людей может поменять предопределение Аллаха. Напишите это у себя. То есть, люди-джагилии, хурешиты верили в предопределение, но просто считали, что ангелы и люди, если заступятся перед Аллахом, то Аллах может отменить свое предопределение и заново его что? Написать. Также самые благородные из хурешитов и самые, как называется, великие среди них считали, что возможно, что они будут воскрешены. Что такое вообще возможно, что Аллах их воскресит. То есть, смотри, основная группа хурешитов, основной потоп. Не верили в воскрешение, так? Говорили, что мы не будем воскрешены, не верили в судный день. Но некоторые из них личности считали, что это возможно. И считали, что есть ангелы, два ангела на их плечах, которые записывают хорошие и дурные дела. Это было что убеждением хурешитов. И это пришло в стихах Зухайра ибн Абисальма. Можете у себя записать, можете не записать, потом с кассеты записать, если хотите. Такое пришло в стихах Зухайра ибн Абисальма, Абдулла ибн Таглиба, Барра ибн Куваа и Аллана ибн Шихаба от Тамими. То есть, я просто эти стихи не выписал, так как они длинные, так и нет в них нужды. То есть, от этих вот четырех хурешитов пришли стихи, которые написали во время джагилии, где они говорят о возможности воскрешения, о том, что есть ангелы, которые записывают дурные и благие дела. И редкие личности из хурешитов вообще были единобожниками. Были единобожниками и поклонялись только одному Аллаху. Но это что? Один-два средних. Один-два. Пришло от Зайда ибн Амра ибн Нуфейля. Один из них, Зайда ибн Амр ибн Нуфейль. Пришел от него стих, где он говорит, Верит ли мне в одного Господа или в тысячи господ? Одину ида токассаматил умуру, которым я буду поклоняться, когда придут ко мне разные дела. То есть, дела никаха, дела того, дела того, так. То есть, хурешиты что делали? В каждом разном деле у них было свое божество, к которому они обращались за помощью. Азейд ибн Амр ибн Нуфейль говорит, Тысячу богов мне верить или в одного Господа? Я, говорит, оставил поклонение кому? Аль-Лату и Аль-Уззе. Всем им я не поклоняюсь. Так должен делать понимающий, что разумный человек. Так должен делать понимающий, разумный человек. Это слова кого? Зайда ибн Амра ибн Нуфейля. На этом мы закончили разбор идеологии хурешитов. Идеологии хурешитов. Записали же у себя эти пункты? Записали. Теперь переходим к поклонениям, которые совершали хурешиты по отношению к Всевышнему Аллаху. Теперь, аль-Бадат, так? Сначала было Акаид, то есть убеждение. Теперь, аль-Бадат, поклонение. Во-первых, у них было то, что называется Тагарат-Уль-Фитр. Фитра. Что значит Тагарат-Уль-Фитра? Пять на лице, пять на теле. То есть они, у них было очищение тела своего. Пять, касающиеся лица, пять видов очищения и пять видов, касающиеся тела. Они отращивали бороду. Кто-то может сказать, пророк Салсам сказал, противоречьте многобожниками, отращивайте бороду. Это говорит о том, что они не отращивали бороду. Но хурешиты отращивали бороду. Они отращивали, кто? Персы. И эти, римляне. Когда приехал перс один, или римлян, не помню сейчас, с посланием к пророку Саласам, пророк увидел его, что? Без бороды. И сказал, «Ман Амара Кабихаза, кто тебе так приказал бриться?» Он сказал, «Что? Наш Господь». То есть наш, кто? Правитель. Наш правитель, они его называли, как наш Господь. Наш правитель говорит, мне так приказывают бриться. И пророк сказал, что сказал, А мой Господь приказал мне отращивать бороду. То есть кто? Аллах спонтал. Это говорит о том, что хурошиты отращивали бороду. Также у них был бы что? Мадмадава истиншах. Они полоскали рот и нос. То есть смотри, если ты сейчас поедешь в Россию, например, или куда-нибудь в другую страну, страну неверующих. Неверующие не делают такого, так ли? Они же не полоскают нос водой. А хурошиты полоскали нос и рот водой. Это от чего у них осталось? От религии Ибрагима. Также они использовали сивак. Они использовали сивак, то есть чистили зубы. И что? И подкорачивали усы. Подкорачивали усы. Среди хурошитов это было распространено. Среди других многобожников это не было распространено. Других, которые не следовали за кем? За религией Ибрагима. Записали все это у себя? Пять вещей, значит, борода, усы, полоскание рта и носа и что? Сивак. Это пять вещей, которые касаются лица. Также у них было пять вещей, которые касаются тела. А это они брили подмышками. Они брили волосы подмышками, так. Подстригали ногти. Подстригали ногти. Удаляли волосы с лобка. То есть выше полового органа, так. Делали обрезание. Существует известно тем, что у них было обрезание. И у них было истинджа. То есть подмывание после справления нужды. После справления нужды. Просто они не использовали воду, а что использовали камни. Использовали камни. Это все приходит в обновь все что стихотворений джагилии. Я их всех здесь не могу привести, потому что у нас урок затянется что? На 10 уроков. Если мы начнем стихи приводить на это. Поэтому пророк сказал, что сказал? Ашара миналь фитра. 10 вещей являются фитрой, сказал. Все люди это делают. То есть вы мусульмане, тем более должны это делать. Понятно ли? Фитра, то есть это врожденное свойство человека. Все должны это делать. Дальше поехали. Они брали гусль от полового осквернения. Хурешите брали гусль от полового осквернения. В России кто берет гусль от полового осквернения? Так? Они брали гусль от полового осквернения и мыли мертвых. То есть омывали труп мертвого человека. Довод на это стих. Аль-Афуах, Аль-Ауди. Один из людей джагилии, хурешитов, звали его Аль-Афуах, Аль-Ауди. Сказал, что со мной будет, когда разденут меня, и станут видны мои органы тела. Но мой взор уже что? Закатился, то есть я уже буду мертвым. И говорит, и придут ко мне с холодной водой для того, чтобы помыть меня. Как же, говорит, плох тот гусль, после которого придет пыль, то есть придет земля. То есть после этого гусля куда его положат? В землю положат. Говорит, что? Как же плох тот гусль, после которого придет земля. Это о чем говорит стихотворение этого джагиля, этого человека, который был джагили. О чем говорит? О том, что? Он здесь что говорит? Когда меня разденут, я буду мертвый, придут ко мне с холодной водой и начнут мыть меня. Это о чем говорит? То, что они мыли своих покойников. И брали гусль от джанавы. Третье. Они закрывали своих покойников или оборачивали своих покойников в материю, так? То есть в кафе. Использовали что? Кафан, так? И читали над ними намаз. И читали над умершим намаз. То есть мы сейчас читаем саратул джаназа или нет? Читаем. Мы совершаем во время саратул джаназа поклоны? Нет, не совершаем. Так или нет? То есть что такое саратул джаназа в шариате, братья? Это, по сути, это дуа за мертвого, так или нет? Попросить у Аллаха прощения за мертвого. Для этого же джаназа узаконен или нет? Для этого узаконен. Так вот, подобное было у курешитов. Они оборачивали мертвых в материю и читали над ними намаз. Но их намаз заключался в чем? То, что они ложили покойника на носилки. Потом один из его вали, то есть кто это вали? То есть один из его родственников вставал над покойником и начинал всем перечислять его благие и качества. Говорил, о, как хороший был брат наш там и так далее. Он был таким, он был таким щедрым, храбрым, добрым там и так далее. И после этого, говорит, что... Потом, говорит, они ложили его в могилу, закапывали его. Потом он вставал над могилой и говорил, Рахматуллахи Алик. До смилостивиться над тобой, Аллах. Вот так говорили, что курешиты, когда хоронили своего мертвого. Поэтому, сказал один из курешитов из племени Кулейб. Так, во время джагилии, когда умер его внук. Он сказал... Я остался живой, даже если ты умер, но я продолжаю быть живым. Но я все равно буду просить у тебя дуа, за тебя дуа перед Аллахом. То есть, я как бы что? Раздам половину свое имущество твоим родственникам. То есть, тем, которые идут от тебя, то есть от моего внука. И говорит, будь я живой, или я даже умру. То есть, если я даже умру, я оставлю это в завещании, чтобы раздали имущество твоим родственникам. И что он сказал? Шахид, какой из стиха? То, что он сказал, я буду много за тебя салат делать. Салат имеется в виду дуа делать, просить у Аллаха за тебя. И пришло от Абузарра, так, от Абузарра, то, что он читал намаз за три года до того, как принял ислам. То есть, до того, как встретил пророка, салаллаху алисаляма. Пришло... Убейхаки, так, в книге Далайл-Ан-Нубуа, от Абдуллах-Ибнус-Амита. То, что он сказал. Сказал мне Абузарр. Я, говорит, читал намаз за три года до того, как встретил пророка, салаллаху алисаляма. Я сказал, а кому ты намаз читал? То есть, ради кого ты намаз читал? Я смотрел туда, куда направлял меня Аллах. То есть, не было такого, что я именно на Каабу читал, или именно что на Вейтуль-Махдис. Куда меня, говорит, Аллах, поворачивал, туда и читал. Это о чем говорит? Потому что у Хурешидов был известен намаз, но их намаз был не такой, как у нас. А их намаз заключался в дуа, в зикре и в саджда. То есть, они делали саджда просто. Просто саджда делали. Это был их намаз. Дальше поехали. Следующее. Они держали уразу. Держали уразу в день Ашура. С фаджда до Магриба. С фаджда до Магриба. То есть, не ели и не пили. С фаджда до Магриба. То есть, они были лучше, чем христиане. Так или нет, на сегодняшний день? Христиане тоже держат уразу. Но что их ураза? Не есть, не пить, а и употреблять белковых или белковых продуктов. Правильно или нет? То есть, они все равно едят и все равно пьют в этот день. В день поста. А что касается Хурешидов, то они держали уразу в день Ашура. с Фаджра до Магриба. Но не из-за того, что в этот день Аллах спас Мусу. То есть они об этом вообще не знали. Но у них была идеология, что Курейш, то есть тот, от кого пошло их племя, в этот день совершил большой грех. В этот день совершил большой грех. И чтобы искупить за него его грех, они в этот день все держали Уразу, с Фаджра до Магриба. И есть другие ревояты, почему они держали в этот день Уразу. Понятно ли? И запишите у себя, в этот же день они одевали Каабу. Они меняли одеяние Каабы. То есть снимали одеяние с Каабы, одевали новое одеяние на нее. А Кааба это дом кого? Дом Аллаха, так или нет? Дом Аллаха. Этим они проявляли свое почтение к Дому Аллаха. Ваалейкум Саламу Рахматулу Бракатулу. Пришло от Аиши то, что она сказала. Где? В Бухаре. Кану Ясумуна Ашура. Они держали Уразу в день Ашура. Кабля Анюфрада Рамадан. До того, как был вменен в обязанность после месяца Рамадан. И это был тот день, в который они одевали Каабу. Новое одеяние. А после того, как Аллах вменил в обязанность держать Уразу в месяц Рамадан, посланник Аллаха сказал, тот, который хочет держать Уразу в день Ашура, пусть продолжает держать. А кто не хочет, пусть может не держать. То есть стало, что желательно, перестало быть обязательно. И в другом реваяте, который приходит у Бухарии, Муслима тоже от нее, она сказала, То, что Курешиты держали день Ашура, Уразу во время Джахилии. Потом посланник Аллаха, когда пришел, тоже приказал мусульманам держать в этот день Уразу. И они держали в этот день Уразу, пока не настал обязанность держать Уразу в месяц Рамадан. И потом пророк с Аллахом сказал, то есть кто хочет, пусть держит в этот день Уразу, а кто хочет, пусть не держит. Вопрос в теме? Кабу одевали. Кабу одевали. То есть сегодня у нас известно, что Кабу есть на Кабе одеяние черное, так или нет? То же самое было у Курешиты. То есть во время Джахилии они были многобожниками, но несмотря на это, почитали Дом Аллаха и в этот день, День Ашура, снимали старое одеяние Кабы и доодевали на нее новое одеяние. Ясно или нет? Дальше поехали. Курешиты совершали хадж. Курешиты совершали хадж. Что касается хаджа, то это вообще длинная история, так? Много всего они там делали во время хаджа. То есть можете записать. Во-первых, они делали хадж. Во-вторых, они делали умру. Они делали умру. Они яхримун. Что делали? Ихрам. Входили в Ихрам. Так же, как сегодня делаем это мы. И это пришло от кого? От Аус и Хазрач. Аус и Хазрач – это кто такие? Ансары, которых пророк пришел, объединил, и они стали ансарами. То есть жители Медины. Они входили в Ихрам от своего божества Манад. То есть начиная от своего божества Манад, туда-туда шли, а где он находился? В Кудейде. Кудейда называлось место. Там они заходили в Ихрам, а потом шли к Кабе, что? Хаджа. В Мекку шли после этого. То есть входили в Ихрам. Четвертое – они делали талаф вокруг дома семь раз. Делали талаф вокруг дома семь раз. Помните, мы говорили, что когда пророк пришел в Мекку с чем? Со сподвижниками для хаджа сидели многобожники и сказали, что сейчас они будут талаф, посмотрите, как они ослаблены. И не спорили с тем, что пророк делал талаф семь раз. Потому что они сами так делали. Дальше они дотрагивались до камня. Дотрагивались до черного камня во время талафа. И бегали между Сафа и Маруа семь раз. Бегали между Сафа и Маруа семь раз. Такое конкретно приходит от Абуталиба. Абуталиб делал такое, то есть семь раз бегал между Сафой и Маруа. А что касается ансаров, то ансары не бегали между Сафа и Маруа и считали это за грех. Считали это за грех. Дальше это придет. Они делали также тальбию. Они делали тальбию. Ляббайк Аллахума ляббайк, ляббайк ляя ширика лякаляббайк. Инна алхамдалека валмолк, ляя ширика ляк. Но они добавляли, инляя ширика нгуаляк, тамлику хуамамаляк. Это мы приведем этот хадис, где во время разъяснения второго правила. Здесь его не будем приводить. Суть в том, что вы записали, то, что они делали тальбию во время хаджи. Дальше они ехали или ходили на все места, где надо ходить. То есть на Муздалев уходили, на Мин уходили, на Арафат ходили, везде ходили. То есть делали те же самые обряды. Почему, брат? Потому что обряды у них остались от пророка Ибрагима. Так или нет? И вели жертвенных животных в Каби. Вели жертвенных животных в Каби. И при этом одевали на шею животного, как называется? Как это по-русски сказать? Хиляда. Хиляда это ожерелье из шар, из волос. То есть брали, например, волосы лошадей, так. И делали из них ожерелье, одевали на шею животного. И каждый знал, что это животное жертвенное. То есть ведется на Каби. И никто никогда не трогал этого животного. То есть не грабили, не воровали это животное. Боялись Аллаха, что если они своруют это животное, или что-то причинят ему какой-то вред, то Аллах накажет их. Ясно или нет? Также они кидали камни, кидали камни в столбы. Ярмун аль-Джимар. Джимар это что, кидание камней. И последнее, что касается хаджи, то, что они не нападали никого, не нападали ни на кого в запретные месяцы. Когда начинались запретные месяцы, что все арабы в арабском полуострове начинали ездить за этими, как называется, с торговли, со всеми делами, никто их что не трогал никогда. То есть не было грабежа на дорогах, не было воровства, не было никаких нападений, потому что боялись, что это месяц запретный, Аллах спонтанно накажет за это, за войну или за нападение во время запретных месяцев. Другое дело то, что они иногда откладывали один месяц на другой. Говорили, давай это сделаем не запретный, сделаем запретный в следующий месяц. А этот пока что, например, война еще не закончилась, а завтра уже запретный месяц наступает. Они говорят, давай его перенесем на следующий месяц, еще месяц повоюем, так, чтобы решить до конца, как говорится, точки над «и» расставить. Но запишите у себя то, что во время хаджи у них были некоторые нововведения. То есть во время хаджи они делали некоторые нововведения. Не совсем совершали его так, как совершал его пророк Ибрагим. Во-первых, конкретно хурэшиты решили выделиться среди остальных арабов. И сказали, мы жители Мекки, мы жители харама, так или нет? Поэтому мы отличаемся от всех вас. И поэтому у нас есть отличительные вещи в хаджи, которые мы не будем делать. Делайте их вы, а мы их делать не будем. Во-первых, они назвали себя хомс. Хомс. Хомс от слова ташаддуд, так, в арабском языке, то есть ташаддуд. Они сделали хадж для людей, как называется, ташаддуд сделали в нем. То есть затруднили хадж для остальных. Себе облегчили, а для других арабов, что затруднили. Поэтому их начали называть хомс. И вместе с хурэшитами в понятие хомс входили также кинана и хузаа. Кинана и хузаа. Что они сделали? Они сказали, раз мы жители харама, мы не будем выходить на Арафат. Почему, брат? Потому что Арафат не находится на территории харама. Он уже выходит за территорию харама, которую объявил харамом кто? Пророк Ибрагим. Поэтому они на Арафат не ходили. Они стояли на Муздалифе. Они стояли на Муздалифе, а все остальные арабы шли на Арафат и стояли на Арафате. Так? Поэтому Аиша передает, как это приходит к имаму-муслиму. Говорит, Кана Курэш, Ва мандана динаха, Якифуна бель Муздалифа. Курэшиты, говорит, а также те, кто были на их религии, стояли на Муздалифе. Ва кану юсаммуна аль хомс. Их все называли хомс. То есть те, которые затруднили людям религию. Дальше придет, в чем они ее затруднили. Ва кана саиру аль араб, Якифуна бель Арафа. А все остальные арабы шли на Арафат и стояли на Арафате, по дону тому, как мы сейчас стоим. Так? А когда пришел Ислам, Аллах приказал своему пророку и мусульманам идти на Арафат. Без разницы, курэшит ты или не курэшит. Всем идти на Арафат. И стоять на Арафате, А потом спускаться с Арафата, как это делают остальные люди. И это и есть слова Всевышнего Аллаха. А потом спускайтесь оттуда, откуда спускаются люди. То есть откуда спускаются все остальные. То есть не выделяйте себя, что вы какие-то особенные. Почему, брат? Потому что это несправедливость. Так или нет? То есть одним заставлять делать то, чего ты не делаешь, чего не делаешь сам. И поэтому Всевышний Аллах, когда пришла справедливая религия, он отменил эту несправедливость. Сказал всем выходить на Арафат и спускаться оттуда, откуда спускаются люди. Теперь понятно, что значит спускаться оттуда, откуда спускаются люди. Что значит, откуда спускаются люди? Имеется в виду, откуда спускались все остальные арабы. И приходит от Джубейра ибн Мутрима у Бухарьи и Муслима. То, что он рассказывает. Однажды я потерял своего верблюда. Ли, так, своего. И пошел искать его в день Арафата. И это был день Арафата. Пошел его искать. И увидел, что Мухаммад, то есть пророк, стоит где? На Арафате. Вместе с остальными людьми. А это еще было до Джагилии. А это еще было до Ислама. Во время Джагилии, когда еще пророк не был пророком, он что? Выходил все равно вместе с людьми, стоял на Арафате. То есть, хоть он и был курайшитом, но что противоречил всем и выходил на Арафат, там с людьми стоял. Потому что видел, что это несправедливость. Он еще не был пророком, он еще не пришла к нему еще религия. Но он все равно, чтобы преодолеть эту несправедливость, выходил на Арафат. И этот Джубейр Мута им говорит, я потерял своего верблюда и вышел куда? И сказал его, дошел до Арафата в поисках. И смотрю, говорит, Мухаммад стоит на горе. И сказал факульту, этот же говорит, что? Из хумсов, говорит. Этот из курайшитов. Что говорит он здесь стоит? Понятно, да? Это почему враг? Потому что курайшиты не выходили на Арафат. Икады Айят сказал, что это было до хижр, кабле хижра. Что касается долиля на Тальбию, то мы приведем его во время второго правила. И вместе с этим курайшиты считали, что это узаконено. Стоять на Арафате узаконено. То есть, не для них, а для кого? Для всех остальных. Дальше. Следующее, то, что курайшиты придумали во время хаджа, то, что они не разрешали никому из арабов делать талаф, талаф-ан-кудум, то есть, талаф-приветствие в своей одежде, в их одежде. То есть, в одежде арабов. То есть, если арабы остальные, кроме курайшитов, приезжали в хадж, снижались в хадж, курайшиты запрещали им делать талаф вокруг хаджа в их одежде. Почему? Потому что это та одежда, в которой совершали грехи перед Аллахом. То есть, грешили эти люди перед Аллахом в этих одеждах, поэтому, говорит, что в этой одежде вам нельзя совершать хадж. И что делали? Каждый, кто приезжал, шел к какому-нибудь знакомому к курайшиту и просил у него одежды. И этот курайшит давал ему одежду, чистую, новую, так, чтобы он в ней совершал хадж. А тот низкин, у кого связи не было, знакомых не было, так, он что? Ему приходилось совершать хадж, талаф-голубь. То есть, совершал талаф-голубь. Мужчина или женщина, без разницы. Поэтому люди, что... Это для чего сделали курайшиты? Для того, чтобы люди нуждались в них. Чтобы приходили к ним, унижались перед ними, и что? Просили у них одежды. И чтобы боялись люди порвать с ними связи. То есть, если ты порвешь связь с курайшитом, со своим этим другом, так, то кто тебе одежду даст? Хадж-поеджед, голубь будешь делать. Понятно? Для того, чтобы повышать свое место перед остальными арабами. И поэтому Всевышний Аллах сказал, Ябани Адам хузу зина токуманда кульли мазжик. О, сыны Адама, одевайтесь в одежды, так, в каждой мечети. То есть, не делайте талаф-голубь. Запрещено вам так делать. Не слушайтесь курайшитов. То есть, идите и делайте талаф. То есть, они это все кому? К религии Аллаха приписывали. Говорили, Аллаха вам так вели. Понятно или нет? Так же, как сегодня с Уфией, что приписывают у нас с татарами и башкирами, то, что Аллах вели 40 дней справлять. Аллах вели, что идти к этому имаму Суфию, так, денежку заплатить, когда у него ребенок родится. И тому подобное. Ну, и то же самое. Приписывают к Аллаху то, чего Аллах, спонтан, не узаконил в религии. И довод на то, довод на это, то, что Абу Гурейры рассказывает, Баасани Абу Бакр ас-Саддих Филь Хаджи, Аляти Аммару Алейха Расулу Аллаху Саляма Кабля Хаджи Тил-Вада Однажды, говорит, Абу Бакр ас-Саддих послал меня в Хаджи, так, отправил меня с поручением. В том Хаджи главой, над которым поставил Абу Бакра пророк с Аллахом до Хаджи Прощального, то есть пророк с Аллахом после того, как Хадж стал обязательным, не поехал в Хадж первый год, он встречал кого? Делегации. И отправил в Хадж Абу Бакра, так, поставил его главным над Хаджем в этот год. И говорит Абу Гурейра, Абу Бакр послал меня с поручением, то есть сам поехал, все, но послал с одним поручением меня. Ферахтин, то есть в группе людей, Иуаззинун финнас и оманнахах, чтобы мы сообщили среди людей в день жертвоприношения, Ла Яхуджу Бадал Ами Мушрик, что после этого года в Хаджи не должен приехать ни один многобожник. Понятно ли нет? И говорит, Валай Атуфу Бельбейти Уриян, и не должен делать талаф вокруг Каабы голый. То есть на следующий год приедет на Хадж пророк с Аллахом и сподвижники мусульмане приедут. Поэтому на следующий год ни один мушрик не должен что? Делать талаф, а, идти на хач. Идти на хач. И не должен вокруг дома никто делать талаф голышом. Ясно ли нет? С таким поручением Аллах отправил Аллах. Из этого хадиса ты что берешь? Во-первых, то, что мушрики делали хач, а во-вторых, то, что они делали талаф. Талаф вокруг дома. Это все указывает на то, на что, брат? На то, что мушрики поклонялись Всевышним Аллаху. Сколько время? Есть время еще, да? Дальше. Также пришло то, что они делали бег вокруг Сафа и Маруа. То есть я вам это все сначала продиктовал, теперь как бы доводы привожу на это. Кроме кого? Кроме ансаров. То есть Аус и Хазрач, вот эти два племени, во время джагилии не делали, что талаф между Сафа и Маруа. Потому что считали, что это грех. Бег имеется в виду. Бег между Сафа и Маруа. Считали, что это грех. Так вот, Урува ибн Зубейр говорит, культули Аиша, однажды я сказал Аиши, ма ара ала ахадин ламятуф бейна Сафа и Маруа шей ан. Я не считаю, что есть какая-то проблема, если кто-то не будет бегать между Сафа и Маруа. Нет никакой проблемы. Если ты приезжаешь, и не будешь бегать между Сафа и Маруа, нет никакой проблемы. Уама убали ан ла атуфа бейнухма. И сам тоже что? Не собираюсь там между ними бегать, между Сафа и Маруа. Как же плохо то, что ты сказал, о сын моей сестры. Так дело пророк сказал Сафа, и так делали мусульмане, то есть бегали между Сафа и Маруа. И это является сунной. Просто говорит, что во время джагили, те, которые поклонялись Манату, Манату, это одно из них божеств. А кто ему поклонялся? Аусе Хазрач. Который говорит, что? Бель Мушалал. То есть этот Манат, божество их, стояло в местечке, которое называлось Мушалал. Они, говорит, не ходили между Сафа и Маруа. А мы мусульмане, что? Ходим между Сафа и Маруа. И Сафа и Маруа Мин шаайрилла. Поэтому, говорит, Сафа и Маруа являются знамением Аллаха. И это значит, что мы не ходили между Сафа и Маруа. Таид. И говорит, поэтому Всевышний Аллах не спослал аят. И сказал, Инна Сафа и Маруа Мин шаайрилла. Фаман хаджил байт ультамара фаладжу нахали айятов вафа бихима. Смотри, Всевышний Аллах, как сказал в Коране, Сафа и Маруа, является и знамением Аллаха. Поэтому, говорит, не будет греха тем, которые будут бегать между ними. И Руру ибн Зубер, когда этот аят прочитал, сказал, что? Значит, тот, который не будет бегать, что? Нету в этом греха. То есть, Всевышний сказал, кто будет бегать между ними, нет на нем греха. Нет на нем греха. Руру ибн Зубер, что из этого понял? Что если я не буду бегать, тоже нет на мне греха. Правильно же нет? Потому что Аллах не сказал бегать между ними обязательно. А сказал, бегать между ними не грех. Можно между ними бегать. То есть, зачем Аллах не спасла этот аят? Чтобы ауситам и хаджраджитам, что? Поменять их идеологию. То, что между Сафой и Марвой бегать грех они считали. Аллах сказал, что это не грех. И Рурува, когда прочитал этот аят, решил, что раз это всего лишь не грех, значит бегать между ними не обязательно. А Аиша что сказала? Нет, говорит, этот аят не для этого был послан. А их обязательность, бегая между Сафой и Маруа, установленная кем? Посланниками и справедливыми. Понятно ли нет? И поэтому Аиша сказала, что если бы было так, как ты говоришь, то Всевышний бы сказал, что нет греха на том, кто не побегает между Сафой и Маруа. Понятно ли нет? Если бы было так, как ты говоришь, тогда по-другому бы аят звучал. Этот хадис приходит у имама муслима. Дальше, что хурешиты, на этом мы закончили хадж. На этом мы закончили разбор вопросов хаджа. Следующий вопрос, то, что хурешиты давали обеты и совершали иатикав. Что такое иатикав? То есть, как? Уединение в мечети. Совершали обеты и уединение в мечети. Назар давали и иатикав делали. Вот ибн Умара приходит, то, что Умар ибн Хаттаб сказал посланнику Аллаху, саллиллаху алисаляму, я, Расул Аллах, инни назарту фил джагилия, ан аятеки фалейлатан фил мазжи-ль-Харам. О, посланник Аллах, я дал назар джагилии сделать иатикав в мазжи-ль-Харам одну ночь. Сделать иатикав в мазжи-ль-Харам одну ночь. Тогда пророк сказал, что ему сказал, ауфи назарак, фаатака фалейлатан. Пророк сказал, что ему сказал, тогда выполни свой обет, и Умар ибн Хаттаб действительно, что этот обет выполнил. И пошел, сделал уединение в мечети одну ночь. Этот хадис приходит у Бухари, а у Муссуева приходит один день. У Муссуева приходит один день. Ясно или нет? Исходя из этого, ты понимаешь, что хурешиты делали иатикав и давали обеты Всевышнему Аллаху. Следующее, они освобождали рабов ради Аллаха. Они освобождали рабов ради Аллаха. Приходит хадис у Абу Дауда с хорошим Иснадом. От Амри и Шуаиба, от его отца, от его деда. Какая-то цепочка? Хорошая цепочка, так? Иснад хороший. То, что Аз ибн Уаил, то, что один из мушриков, Аз ибн Уаил, оставил завещание, чтобы от его имени освободили сто рабов. То есть у него были рабы, они после него остались. И он оставил завещание своим детям, чтобы они освободили сто рабов, его сто рабов. И говорит, и тогда посланник Аллаха сказал, то есть эти дети пришли к посланнику, сказали, вот наш отец мушрик был, у него сто рабов осталось. То есть даже, ну не знаю, сколько у него рабов осталось, но завещание у нас осталось, чтобы освободили сто рабов его. Что нам делать, освобождать или нет? Но он же мушрик, то есть ему за это что? Ничего перед Аллахом не засчитается. То есть он боялся Аллаха и хотел освободить рабов, чтобы Аллах его там сильно не наказывал, после того, как он умрет. Так, и пророк с Аллахом сказал, Если бы он был мусульманом, и после него вы освободили по его возвращении его рабов, или отдали за него садака, или сделали за него хач, то это дошло бы до него. Но так как он мушрик, он за это никакую награду не получит, поэтому можете его, этих рабов, не освобождать. Так как это его волосы, что завещание не является действительным. Понятно? И никакой награды за него это не будет. Для чего этот хадис мы привели? Для того, чтобы показать то, что мушрика освобождали рабов, боясь Аллаха, так или нет? Так же они читали заклинания. Так же они читали заклинания. Заклинания читать это что? Рокия. То есть лечить себя заклинаниями и так далее. Это является узаконным или нет? Узаконным является. То же самое делали хурейшиты. Приходят от Ауфа ибну Малика аль-Ажджа'и. Ауф ибну Малика аль-Ажджа'и у имама муслима. То, что он сказал. Мы лечили заклинаниями в джагилии. Потом сказали. О посланник Аллаха, что ты читаешь? Дальше нам читать заклинания или нет? Покали тогда посланник сказал. Покажите мне ваши заклинания. Нет никакой проблемы заклинаний, если в нем нет многобожия. Если в нем нет многобожия. Это о чем говорит? То, что они читали заклинания. Так же они поили паломников. Поили и кормили паломников. Так. И оживляли мечеть Аль-Харам. Относительно этого Всевышний сказал. 9 сура, 19 аят. Всевышний сказал. Неужели вы приравняли паение паломников, а так же оживление запретной мечети равным? Приравняли тем, которые уверовали в Аллаха и в судный день, и сражались на пути Аллаха. Такие, что не равны перед Аллахом. То есть Аллах сказал, да, это благие дела, но они не равны тем, которые уверены в Аллах и в судный день. Десятое, то, что они делали, то, что они любили Всевышнего Аллаха. Они любили Всевышнего Аллаха. Любовь, это поклонение или нет? Да, поклонение сердцу. Всевышний Аллах сказал. Из людей есть те, которые приравнивают к Аллаху сотоварищей и любят этих сотоварищей так же, как они любят Аллаха. Это о чем говорит? Что крышиты любили Аллаха, а любили так же еще своих божеств. Сура 2, 165 аят. И последнее, то, что они обращались с мольбами к одному Аллаху в тяжелых ситуациях. К одному Аллаху они обращались с мольбами в тяжелых ситуациях. Всевышний сказал. И если у вас постигнет несчастье в море, то есть если они выходили в море и приходила к ним что? Шторм приходил к ним. Они забывали своих божеств и начинали обращаться только к Аллаху. Говорит, когда приходит к ним вред на море, что исчезает все, чему они обращались с мольбами, кроме одного Аллаха. Сура 17, 67 аят. Это что касается видов поклонения, которые хурайшиты совершали относительно Всевышнего Аллаха. Это о чем тебе говорит? Что хурайшиты подтверждали божественность, божественность подтверждали они, так, Аллаха. Подтверждали господство Аллаха. Но проблема их в чем? Потому что они подтверждали божественность еще других кого-то, кроме Аллаха. И поклонялись Всевышнему Аллаху. Столько времени? 15. Давай закончим, тут чуть-чуть осталось, чтобы на следующий урок не остался, как предаток лишний. Что касается муаммалятов, что касается взаимоотношений их друг с другом, то установлено в стихах джагилии то, что за убийство души намеренно они выплачивали дию 100 верблюдов. За намеренное убийство человека они выплачивали выкуп 100 верблюдов. Так же, как где? Так же, как в исламе. Так или нет? Так же, как в исламе. Так же установлено то, что правители Йемена, правители Йемена в те времена, многобожники или нет? Многобожники, то есть арабы они есть. Это все была одна и та же территория. То есть правители Йемена за грабеж на дорогах, за грабеж на дорогах, потому что сегодня делают трафедиты так, правители Йемена в те времена что делали? Делали распятие на дереве. То есть производили распятие, отрубали руки, ноги накрест за это. То есть если бы сегодня такие правители именно были, то рафидиты бы, что сильно пострадали, так? А что касается Нечда, то есть вот этой территории, где именно Пурашиты жили, то у них не было правителей. У них не было никогда правителей. Они что, жили просто племенами, друг на друга нападали и так далее. И поэтому, что Всевышний Аллах сделал Каабу подобно правителю. Что знаешь Каабу подобно правителю? Всевышний Аллах сделал так, что до Ислама, если кто-то совершал грех около Каабы или в Хараме, сразу же получал наказание от Аллаха. То есть если что-то своровал, например, рука от Сахала и так далее. То есть не было потому, что у них правители тогда. Никто не мог заставить другого к чему-либо. И поэтому Аллах спонатально сделал Каабу как заменитель этого. А если что-то требовалось, как спор был или что, людей приводили Каабе и заставляли клясться Аллахом или другими божествами без разницы, но около Каабы. И если он клялся лживо, то тут же постигал его наказание. Понятно ли? Так Аллах спонат заменил им правителей. Это было до Ислама. И также то, что они не верили в судный день. Они не верили в судный день. Вот смотри, если люди не верят в судный день, что может удержать его от преступления? Ничего не может удержать, кроме правителей, так или нет? Полиция, тюрьма и тому подобное. А если еще и правителей нет? Смотри, и судный день не верят, и правителей нет. И поэтому Всевышний Аллах сделал около Каабы то, что если они совершали какие-то грехи, то наказание приходило тут же им. Понятно ли? Поэтому Всевышний Аллах в Коране что сказал? Сказал, Аллах сделал Каабу, запретный дом, как то, что оживляет людей, то, что поддерживает жизнь в людях. Иначе они все друг друга перебили бы, если бы не было у них такого. Поэтому Аль-Такихи передает от имама Тауса то, что он сказал, когда увидел, что люди совершают грехи, то есть мусульмане, и не боятся Аллаха, не боятся судного дня уже, то есть пошел разврат, так, пошли грехи. Когда он это увидел, он что сказал? Я, говорит, думаю, что, наверное, скоро опять вернутся те времена, что кто бы не делал грехи около Каабы, тут же Аллах его будет наказывать. Потому что у них перестали опять эти рычаги работать, так? То есть рычаг, который тебя удержит, какой? То, что ты веришь в судный день. А раз ты что, тебе уже безравенство до судного дня, и ты его не боишься, Таус говорит, я уже боюсь, что скоро опять-таки времена вернутся, как до ислама. Эти слова Тауса на что указывают, что такое было до ислама действительно. Также у них было возмездие друг за друга. То есть если кого-то убили, они что? И тот отказывался выплачивать дил, шли на него с войной. То есть племя шло на другое племя. За воровство отрубали правую руку тоже. За воровство отрубали правую руку. За Зина тоже было наказание, но я конкретно не нашел никакого наказания. То есть приходят различные, что? Риваята, некоторые из них слабые, то есть тяжело разобраться, что конкретно, что делали с тем, который совершал при любодеянии. Но что-то с ним делали точно. Так? Некоторые говорится, что закидывали камнями, некоторые говорится, там другие риваяты есть. Но точно не могу сказать, что его закидывали камнями. Это то, что касается муаммалятов. То, что касается взаимоотношений друг с другом между хурешитами. Опять ты видишь, что многое из этого, что подтверждено, чем религия и ислам. И последнее, четвертое, что нужно разобрать, это их ахлях, то есть их нравы. Какие их нравы были? Нужно сказать, что большинство народа арабов было на нормальных нравах, но среди них были грешники, а эти грехи и разврат пришел к ним от персов и от римлян. То есть, вместе с тем, что они ездили к ним, так, с торговли и так далее, то есть переняли от них различные грехи и так далее и сами начали их совершать. По тому, как сегодня, допустим, что мусульманские народы перенимают от неверующих различные грехи и разврат и тому подобное, и начинается у них это то же, что в их среде распространяться. Так вот, что касается их ахляков. Во-первых, многие из хурешитов запрещали себе вино. Запрещали себе вино, говоря то, что это напиток ненормальных людей. То есть, если я пью, я теряю разум и начинаю делать то, что позорит меня перед людьми. Среди тех, о ком известно, что они запретили себе вино, это Абу Бакр, Ас-Сыдых, даже Усман им. Афан, то есть это еще во время джагилия, они уже никогда не пили спиртное, так? Абу Бакр, Усман им. Афан, Аль-Аббас им. Мирдас, Усман им. Маз'ун, Уагайрухам Кафир, а также многие другие. То есть, этих известных я четырех человек просто выписал, а остальные неизвестные люди. Также они запрещали заключать никахи с кем? С родственниками. С родственницей, что никах не заключался. В отличие от того, что сегодня делают некоторые рафидиты так, и заявляют, что они еще мусульманами являются. Также из хадиса, из хадиса Хадиджи, что берется? То, что когда пророк Саласан прибежал к ней с горы Хира, после того, как его сжал ангел, так? В испуге. И она что сказала? Каллау Аллах. Скала, что нет, клянусь Аллахом. Опять смотри. Клянусь Аллахом. То есть, они еще не были мусульманами, но уже клялись кем? Аллахом. Каллау Аллах говорит. Нет, я клянусь Аллахом. Ма югзи к Аллаху абадан. Тебя Аллах никогда не опозорит. Опять Аллах тебя не опозорит. То есть, все у них возвращалось к Аллаху в итоге. И говорит. Инна калата салюррахим. Почему? Потому что ты поддерживаешь родственные связи. Это ахляк или нет? Нравы или нет? То есть, эти слова Хадиджи о чем говорит? То, что они считали, что это благие дела, что их необходимо делать. Ты поддерживаешь родственные связи. Помогаешь вдовам, сиротам, то есть, тем, которых нету вали, нету опекунов. Помогаешь тем, у которых недостаток в пропитании и так далее. То есть, даешь ему еду. Ты почетно относишься к своему гостю. И помогаешь одной из сторон, которые находятся в споре, той стороне, которая находится на истине. То есть, если два человека поспорили, один из них на истине, другой на лжи. Ты, говорит, из тех, которые помогают тем, которые на истине. Поэтому Аллах тебя говорит, что не опозорит. Это о чем говорит? То, что среди них считалось помогать кому? Залему. Это считалось грехом, это считалось неправильно. То есть, противоречившись чему? Нормальным нравом. То есть, считалось правильным помогать тому, который обижен. И тот, за которым истина. Также приходит то, что они боялись волгать. То есть ложь считалась у них грехом и считалась ненормальным деянием. Приходит у Бухарии муслима со слов Абу-Суфьяна ибн Харба. То, что когда Херакль, правитель Рима, позвал его к себе спрашивать о пророке, что сказал Абу-Суфьян? То есть клянусь Аллахом, опять смотри, клянусь Аллахом, говорит, если бы, говорит, я не боялся, что со мной есть друзья из курешитов, и если я буду врать на посланника Аллаха, они скажут, ты врешь, то я бы, говорит, непременно на него наврал. Потому что так я его ненавижу, этого пророка, я бы, говорит, наврал на него. Но так как я был не один, среди мной были курешиты, потом бы они приехали со мной обратно курешитами, сказали, он врет, обманщик он, так или нет? Я бы, говорит, обязательно наврал бы, говорит. То есть о чем говорит? То, что они стыдились врать. И стыдились, когда про кого-нибудь из них говорили, что он лжец и так далее. Также они считали запретными и считали чем-то дурным азартные игры и гадания. Азартные игры и гадания они считали чем-то дурным и ненормальным. Приходят от Ибн Аббаса у Бухари, так? У Ибн Аббаса у Бухари. То, что Ибн Аббас сказал, Ибн Аббас сказал, Посланник Аллаха, когда приехал в Каабе, первый раз, это еще не в хадж, первый раз, когда приехал в Каабе, отказался зайти в нее. Или, возможно, в хадж. Я сейчас не готов что определить точно. То есть приехал, короче говоря, пророк со сам хадж и отказался зайти в Каабу, внутрь. Потому что в нем находились божества их, то есть статуэтки, так вот эти идолы. И пророк со сам приказал, чтобы их всех вынесли, этих идолов из Каабы. И говорит, что среди тех, что там вынесли, вынесли изображение. Ибрагима, пророка Ибрагима и пророка Исмаиля. То есть изображение Ибрагима, а в его руке гадальная стрела. И Исмаиля, а в его руке гадальная стрела. Как будто бы Ибрагим и Исмаиль гадали по стрелам. То есть гаданием занимались. Поясни, они знали, что Ибрагим и Исмаил никогда не гадали по стрелам. Поясни, они знают, что Ибрагим и Исмаил никогда не гадали по стрелам. Это о чем говорит? Они знают, что это дурное дело. И все равно приписали Ибрагиму и Исмаилу, чтобы оправдать себя, когда они это делают. Ясно ли это? И к чему этот хадис привел? То, что гадания и азартные игры считались среди них ненормальным делом. И говорит, После этого пророк Сосом зашел внутрь дома, сделал такбир в каждом углу, но не прочитал в нем намаз, потому что остались суры на стенах. Сделал там такбир и вышел. И в одном из хадисов приходит то, что в следующий раз, когда пророк Сосом пришел, пророк Сосом приказал Амра на Хаттабу зайти и смыть все изображения, которые находились на стенах. И вынести всех идолов, и сломать их полностью. Не только головы. Так, не только голову отрубить. То есть убрать. А сломать эти идолы полностью. Это мы пройдем во время разъяснения третьего правила, иншалла. То есть, итог получился какой, братья? Итог всего. То, что пророк Сосом пришел к народу, который находился на религии Ибрагима. После этого, то, что было из этого благое, пророк Сосом подтвердил это. Так? Ничего не изменил, подтвердил это. То, что было дурное, разъяснил, что это дурное нужно убрать. Если что-то было забыто из религии Ибрагима, пророк Сосом напомнил и узаконил это им. То есть, то, что они не делали, он им это узаконил. И те грешники, и те безбожники, которые жили среди пурешитов, кроме многобожников, находились под чем? Под порицанием общей группы народа. Общий народ, то есть вообще большинство людей, порицали разных грешников, безбожников, те, которые не верили, которые говорили, что вообще Аллаха нет. Были такие, которые говорили, что Аллаха нет. Подобно нашему обществу. То есть наше общество в основном, что сейчас, говорит, надо благого делать и так далее. Если есть какие-то грешники, все равно находятся под порицанием. По крайней мере так было, что 40 лет назад. Что касается сегодня, то возможно же, что в некоторых аспектах хуже, чем у пурешитов происходит. Это что касается разъяснения первого правила относительно идеологии пурешитов, их поклонений и тому подобное относительно Всевышнего Аллаха. Подобно правителю. Что знаешь Кааба? Подобно правителю. Всевышний Аллах сделал так, что до ислама, если кто-то совершал грех около Каабы или в хараме, сразу же получал наказание от Аллаха. То есть если что-то своровал, например, рука от цехала и так далее. То есть не было потому, что у них правители тогда. Никто не мог заставить другого к чему-либо. И поэтому Аллах сделал что? Каабу как заменитель этого. А если что-то требовалось, как спор был или что, людей приводили к Каабе и заставляли клясться Аллахами или другими божествами без разницы, но около Каабы. И если он клялся лживо, то тут же постигал его наказание. Понятно ли? Так Аллах заменил им правителей. Это было до ислама. И также то, что они не верили в судный день. Они не верили в судный день. Вот смотри, если люди не верят в судный день, что может удержать его от преступления? Ничего не может удержать, кроме правителей, так или нет? Полиция, тюрьма и тому подобное. А если еще и правителей нет? Смотри, и в судный день не верят, и правителей нет. И поэтому Всевышний Аллах сделал около Каабы то, что если они совершали какие-то грехи, то наказание приходило тоже им. Понятно ли? Поэтому Всевышний Аллах в Коране что сказал? Сказал Аллах сказал, что Аллах сделал Каабу, запретный дом, как то, что оживляет людей, то, что поддерживает жизнь в людях. Иначе они все друг друга перебили бы, если бы не было у них такого. Поэтому Аль-Факихи передает от имама Тауса то, что он сказал, когда увидел, что люди совершают грехи, то есть мусульмане, и не боятся Аллаха, не боятся судного дня уже. То есть пошел разврат, так, пошли грехи. Когда он это увидел, он что сказал? Я думаю, что скоро опять вернутся те времена, что кто бы ни делал грехи около Каабы, тут же Аллах его будет наказывать. Потому что у них перестали опять эти рычаги работать. То есть рычаг, который тебя удержит, какой-то, что ты веришь в судный день. А раз ты что, тебе уже безравенство до судного дня, и ты его не боишься, Таус говорит, я уже боюсь, что скоро опять-таки времена вернутся, как до ислама. Эти слова Тауса на что указывают, что такое было до ислама действительно. Также у них было возмездие друг за друга. То есть если кого-то убили, они что? И тот отказывался выплачивать дил, шли на него с войной. То есть племя шло на другое племя. За воровство отрубали правую руку тоже. За воровство отрубали правую руку. За Зьина тоже было наказание, но я конкретно не нашел никого наказания. То есть приходят различные что? Ривоята, некоторые из них слабые. То есть тяжело разобраться, что конкретно, что делали с тем, который совершал прелюбодеяни. Но что-то с ним делали точно. Некоторые говорится, что закидывали камнями, некоторые говорится, там другие ривоята есть. Но точно не могу сказать, что его закидывали камнями. Это то, что касается муаммалятов. То, что касается взаимоотношений друг с другом между хурышитами. Опять ты видишь, что многое из этого, что подтверждено, чем религия и ислам. И последнее, четвертое, что нужно разобрать, это их ахлях. То есть их нравы. Какие их нравы были? Нужно сказать, что большинство народа арабов было на нормальных нравах. На нормальных нравах. Но среди них были грешники. Среди них были грешники. А эти грехи и разврат пришел к ним от персов и от римлян. То есть, вместе с тем, что они ездили к ним, так, с торговли и так далее. То есть, переняли от них различные грехи и так далее. И сами начали их совершать. По тому, как сегодня, допустим, что мусульманские народы перенимают от неверующих различные грехи и разврат и тому подобное. И начинается у них это тоже, что в их среде распространяться. Так вот, что касается их ахляков. Во-первых, многие из хурайшитов запрещали себе вино. Запрещали себе вино, говоря то, что это напиток ненормальных людей. То есть, если я пью, я теряю разум и начинаю делать то, что позорит меня перед людьми. Среди тех, о ком известно, что они запретили себе вино, это Абу Бакр, Ас-Сыдых, также Усман им. Афан, то есть, это еще во время Джагилия. Они уже никогда не пили спиртное, так? Абу Бакр, Усман им. Афан, Аль-Аббас им. Мирдас, Усман им. Маз'ун, Куэр-Угум-Кафир, а также многие другие. То есть, этих известных я четырех человек просто выписал, остальные неизвестные люди. Также они запрещали заключать никахи с кем? С родственниками. С родственницей, что никак не заключался. В отличие от того, что сегодня делают некоторые рафидиты так, и заявляют, что они еще мусульманами являются. Также из хадиса, из хадиса Хадиджи, что берется? То, что когда пророк Саласан прибежал к ней с горы Хира, после того, как его сжал ангел, так, в испуге, и она что сказала? Калля в Аллах, сказала, что нет, клянусь Аллахом. Опять, смотри, клянусь Аллахом. То есть, они еще не были мусульманами, но уже клялись кем? Аллахом. Калля в Аллах, говорит, нет, я, говорит, клянусь Аллахом. Ма югзи к Аллаху абадан, тебя Аллах никогда не опозорит. Опять, Аллах тебя не опозорит. То есть, все у них возвращалось к Аллаху в итоге. И говорит, инна калата салуррахим. Почему? Потому что ты поддерживаешь родственные связи. Это ахляк или нет? Нравы или нет? То есть, эти слова Хадиджи о чем говорит? То, что они считали, что это благие дела, что их необходимо делать. Ты поддерживаешь родственные связи. Уатахмилюль калля. Помогаешь вдовам, сиротам, то есть, тем, у которых нету вали, нету опекунов. Уатаксибу аль ма адум. Помогаешь тем, у которых недостаток в пропитании и так далее. То есть, даешь ему еду. Уатукрид баев. Ты почетно относишься к своему гостю. Уатуин аля нава ибль хақ. И помогаешь одной из сторон, которые находятся в споре, в той стороне, которая находится на истине. То есть, если два человека поспорили, один из них на истине, другой на лжи. Ты, говорит, из тех, которые помогаешь тем, которые на истине. Поэтому Аллах тебя говорит, что не опозорит. Это о чем говорит? То, что среди них считалось помогать. Кому? Залиму. Это считалось грехом, это считалось неправильно. То есть, противоречившись чему? Нормальным нравом. То есть, считалось правильным помогать тому, который обижен. И тот, за которым истина. Также приходит то, что они боялись волгать. То есть, лож считалась у них грехом и считалась ненормальным деянием. Приходит у Бухарии муслима, со слов Абу Суфьян и Ибн Харба. То, что когда Херакль, правитель Рима, позвал его к себе, позвал его к себе спрашивать о пророке, что сказал Абу Суфьян? То есть, клянусь Аллахом, опять смотри. Клянусь Аллахом, говорит. Если бы, говорит, я не боялся, что со мной есть друзья из курешитов, и если я буду врать на посланника Аллаха, они скажут, ты врешь, то я бы, говорит, непременно на него наврал. Потому что так я ненавижу этого пророка, так? Я бы, говорит, наврал на него. Но так как я был не один, среди мной были курешиты, потом бы они приехали со мной обратно курешитами, сказали, он врет, обманщик он, так или нет? Я бы, говорит, обязательно наврал бы, говорит. То есть, о чем говорит? То, что они стыдились врать. И стыдились, когда про кого-нибудь из них говорили, что он лжец и так далее. Также они считали запретными и считали чем-то дурным азартные игры и гадания. Азартные игры и гадания они считали чем-то дурным и ненормальным. Приходят от Ибн Аббаса у Бухари, так? У Ибн Аббаса у Бухари. То, что Ибн Аббас сказал. Посланник Аллаха, когда приехал к Аббе, первый раз, это еще не в Хадж, первый раз, когда приехал к Абе, отказался зайти в нее. Или, возможно, в Хадж. Я сейчас не готов, что определить точно. То есть, приехал, короче говоря, пророк с Аббасом Хадж и отказался зайти в Кабу, внутрь. Потому что в нем находились божества их, то есть, статуэтки, так вот эти идолы. И пророк с Аббасом Хаджи приказал, чтобы их всех вынесли, этих идолов из Кабы. И говорит, что среди тех, что там вынесли, вынесли изображение Ибрагима, пророка Ибрагима и пророка Исмаиля. А в их руках гадальные стрелы. То есть, изображение Ибрагима, а в его руке гадальная стрела. И Исмаиля, а в его руке гадальная стрела. Как будто бы Ибрагим и Исмаиль гадали по стрелам. То есть, гаданием занимались. Поясни, они знали, что Ибрагим и Исмаил никогда не гадали пострелам. Это о чем говорит? Они знают, что это дурное дело. И все равно приписали Ибрагиму и Исмаилу, чтобы оправдать себя, когда они это делают. Ясно ли это? К чему этот хадис привел? То, что гадания и азартные игры считались среди них ненормальным делом. И говорит, После этого пророк Сасом зашел внутрь дома, сделал такбир в каждом углу, но не прочитал в нем намаз, потому что остались суры на стенах. Сделал там такбир и вышел. И в одном из хадисов приходит то, что в следующий раз, когда пророк Сасом пришел, пророк Сасом приказал Амра на Хаттабу зайти и смыть все изображения, которые находились на стенах. И вынести всех идолов и сломать их полностью. Не только головы. Так не только голову отрубить. То есть убрать. А сломать эти идолы полностью. Это мы пройдем во время разъяснения третьего правила, иншалла. То есть итог получился какой, братья? Итог всего. То, что пророк Сасом пришел к народу, который находился на религии Ибрагима. После этого, то, что было из этого благое, пророк Сасом подтвердил это. Так? Ничего не изменил, подтвердил это. То, что было дурное, разъяснил, что это дурное нужно убрать. Если что-то было забыто из религии Ибрагима, пророк Сасом напомнил и узаконил это им. То есть то, что они не делали, он им это узаконил. И те грешники, и те безбожники, которые жили среди пурешитов, кроме многобожников, находились под чем? Под порицанием общей группы народа. Общий народ, то есть вообще большинство людей, порицали разных грешников, безбожников, те, которые не верили, которые говорили, что вообще Аллаха нет. Были такие, которые говорили, что Аллаха нет. Подобно нашему обществу. То есть наше общество в основном, что сейчас, говорит, надо благого делать и так далее. Если есть какие-то грешники, все равно находятся под порицанием. По крайней мере так было, что 40 лет назад. Что касается сегодня, то возможно же, что в некоторых аспектах хуже, чем у пурешитов происходит. Это что касается разъяснения первого правила относительно идеологии пурешитов, их поклонений и тому подобное относительно Всевышнего Аллаха. О чем говорит? Потому что они знают, что это дурное дело. И все равно приписали Ибрагиму и Исмаилию, чтобы оправдать себя, когда они это делают. Ясно или нет? И к чему этот хадис привел? То, что гадания и азартные игры считались среди них ненормальным делом. И говорит, После этого пророк Сосом зашел внутрь дома, сделал такбир в каждом углу, но не прочитал в нем намаз, потому что остались суры на стенах. Сделал там такбир и вышел. И в одном из хадисов приходит то, что в следующий раз, когда пророк Сосом пришел, пророк Сосом приказал Амрам на Хаттаву зайти и смыть все изображения, которые находились на стенах. И вынести всех идолов, и сломать их полностью. Не только головы. Так, не только голову отрубить, то есть убрать, а сломать эти идолы полностью. Это мы пройдем во время разъяснения третьего правила, иншалла. То есть, итог получился какой, братья, итог всего? То, что пророк Сосом пришел к народу, который находился на религии Ибрагима. После этого, то, что было из этого благое, пророк Сосом подтвердил это. Так? Ничего не изменил, подтвердил это. То, что было дурное, разъяснил, что это дурное, нужно убрать. Если что-то было забыто из религии Ибрагима, пророк Сосом напомнил и узаконил это им. То есть, то, что они не делали, он им и узаконил. И те грешники, и те безбожники, которые жили среди курешитов, кроме многобожников, находились под чем? Под порицанием общей группы народа. Так? Общий народ, то есть, вообще большинство людей, порицали разных грешников, безбожников. Те, которые не верили, что... которые говорили, что вообще Аллаха нет. Были такие, которые говорили, что Аллаха нет. Подобно нашему обществу. То есть, наше общество, в основном, что сейчас? Говорит, надо благое делать и так далее. Если есть какие-то грешники, все равно находятся под порицанием. По крайней мере, так было, что 40 лет назад. Что касается сегодня, то, возможно же, что в некоторых аспектах хуже, чем у курешитов происходит. Так? Вот. Это что касается того... То есть, это что касается разъяснения первого правила относительно идеологии курешитов, их поклонений и тому подобное относительно Всевышнего Аллаха. Под порицанием. По крайней мере, так было, что 40 лет назад. Что касается сегодня, то, возможно же, что в некоторых аспектах хуже, чем у курешитов происходит. Так? Вот. Это что касается того... То есть, это что касается разъяснения первого правила относительно идеологии курешитов, их поклонений и тому подобное относительно Всевышнего Аллаха. Субханакаллава субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok